Они неохотно рассказывали, подавляющее большинство неохотно рассказывало, потому что они не любили вспоминать эти дни тяжелых испытаний. Может, если рассказывали, то сами плакали, видимо, возвращаясь в те события, но и нас, как бы погружая в них, мы вольно или невольно пропитывались всем этим. И потом возникал интерес прочитать то или иное произведение, и вот такая была взаимосвязь. Сегодняшней молодежи этого нету, это сильно обедняет нынешнее поколение тех, кто живет в России, да и в ближнем зарубежье. Я хочу вам напомнить одно стихотворение. Вот послушайте. Ты зайдешь в любую хату и заглянешь в дом любой. Всем, чем рады и богаты, мы поделимся с тобой. Потому что в наше время, в дни войны, в суровый год, дверь открыта перед всеми, кто воюет за народ, кто своей солдатской кровью орошает корни трав. У родного Приднепровья, у Донецких переправ. Ты вступил на Украину, принимая грудью бой, шла, как мать идет за сыном, вся Россия за тобой. Сколько варежек связали в городах и на селе, сколько валенок сваляли, только был бы ты в тепле. «Землю эту, не вы эти, всей душой своей любя, как бы жили мы на свете, если б не было тебя». Это стихотворение называется «Мой боец». И написано оно моим отцом, поэтом Сергеем Михалковым, в 1944 году. Ему был 31 год. «Нас сейчас хотят, чтобы мы друг друга уничтожили. Я об этом говорю. Вот я встаю на место западных спецслужб. Передо мной поставлена задача, чтобы территория нынешней России и Украины была подвластна им. Что для этого нужно сделать? Мы – организация, утвержденная Минюстом Украины с правом ношения формы и наград. Савченко Галина Петровна, лейтенант Всюкраинского союза, советских офицеров. Я член этой организации. Я вас разумею. У вас сейчас находится у нас заборона на символика. Приволика, правополосы. Приволика, правополосы. Я не нарушаю, я еще раз говорю. Мы зарегистрированные Минюстом Украины организация с правом ношения формы и наград. Я не знаю, покажите мне, кто запрещает пилотку. Какая дикость. Я повторяю, мы в Украинском союзе советских офицеров организация зарегистрирована. Когда это поколение победило державы, вас что на свете не было? На свете вас не было, когда наши отцы разгромили фашистов. Вы знаете, что? Вы здесь ходите благодаря тому, что победили, понимаете, 30 миллионов погибло. Склажем маленькие, Моей. Ты скажи, Моей любезной, что за Родину я пал. Россия является сейчас бичом божьим для жителей Украины. О том, чтобы они опомнились. Потому что многие говорят, Сергий, а разве мы лучше их? Нет. Во многом нет. Мы так же живем развратно. Мы так живем аморально. Но есть аспект, который мы на сегодняшний день не... Мы не предали предков наших дедов. для нас фашизм не есть норма. Да, так. Так что у меня все в порядку, Петрусь. Что за то, Петруся, чтобы ты замести этих собачьих нежностей дал бы мне гранатку. Гранатку. Я тебе дам гранатку, Петя. Я тебе дам. На тебе гранатку. Возьми гранатку. Дай, можешь сгодиться на делу. На тебе. Вот эту дернешь. И по голове его, гадо. По голове его. Ничего. Благодарю за внимание. Да, многие говорят, у нас его нет. Я говорю, у вас дома нет. Но у вас Зеленский, выступая по центральному телеканалу, будучи комиком. Понимаете? Вы выбрали президентом комика, который, значит показывая, как он там пока от сердца, дальше не буду показывать. И что у нас было. Понимаете? Вы вдумайтесь. И у вас целый зал смеется. Вас это показывают по центральному телеканалу. Когда в тебе сидят качества, которые являются эталоном человеческого поведения, как у генерала Трофимова, прошедшего путь от Красной Армии с революционными штанами, проехавшего по многим гарнизонам, когда его подчиненные перегораживают стволом танка его проезд, их интересует вопрос, останется он или нет в гарнизоне. Товарищ генерал, 12-й гвардейский танковый полк, вверенный вам дивизией, следует на боевые стрельбы. Командир 1-го батальона гвардии капитан Сергеевич. Ну так следуйте. Слушаюсь, товарищ генерал. Только солдатская молва утверждает, будто вас в Москву переводят. Верно это или нет? Освободите дорогу, капитан. Слушаюсь, только вы скажите, товарищ генерал, вы насовсем к нам вернулись или так, за вещами? Да я вас под арест. Да насовсем, Юра, насовсем. Насовсем! Арестовывайте, товарищ генерал. С удовольствием. Что значит с удовольствием? Ба, придется ему полы драить. Поэтому еще раз говорю, если человек любит свою профессию и любит подчиненных, в нем обязательно будут вот эти роски корректива воинского. Один за всех и все за одного. Сам погибает, товарищ я вручаю. И многие другие, которые открыты предыдущими поколениями, они, конечно, воспитают такого генерала, для которого Родина и его коллектив превыше всего. Настоящий мужик был. Как живешь, Алеша? Как Люба? Егор-то поди уже полковник. Егор погиб. Прости, Алексей. Прости. Не знал. Есть такая профессия, Иван. Защищать свою Родину. Песня. 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 Детям, которые нуждаются в помощи. Сегодня, не завтра, а сегодня. Спасибо.